Аллилуйя! 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 Уважаемые слушатели, наш диалог с Романом Бевзенко – это не реклама какой-то юридической фирмы или учебного заведения. Это разговор двух друзей, и поделиться мы им решили ради того, что, может быть, наш разговор вызовет у вас какие-то мысли, идеи, и вы тоже или что-то запишете, или какую-то статью подготовите. Или просто о чем-то задумайтесь, о том, что происходит вокруг нас в жизни каждый день, потому что новости, которые мы видим каждый день, они, конечно, к мыслим о праве подталкиваются просто сумасшедшей, по-моему, интенсивностью. О многом заставляют задуматься. Да, я листаю новостную ленту, и там бах-а! Ну да. Каждый раз вот так вот. Ну да. Вот в нашей стране мы пережили, мне кажется, такие какие-то страшные, жестокие события в течение XX века. И какого-то вот осмысления этих ужасов, и как сделать так, чтобы это все не повторялось, сегодня в нашем обществе особо нету. Это очень горько. Вот твою семью коснулись вот ужасы XX века, репрессии в частности? Да, это действительно так. И я к огромному своему сожалению, я не знаю деталей. Я знаю, что один из моих предков был репрессирован. Я даже, вот на самом деле, я просто знаю, что он был репрессирован. А деталей, вот там высылка куда-то, и за что, какая статья, я, конечно, этого не знаю. Может быть, руки дойдут когда-нибудь, я попробую поискать в архивах, может быть, я что-то найду. И я когда у бабушки, которая мне про все про это рассказывал, я пытался его тоже вот узнать, как. Ну, мы никогда тоже про это не знали, потому что другой предок, другой прадед, был таким вот очень-очень-очень убежденным коммунистом. Он был как-то ленинского призыва, у него был портбилет какой-то вот такой там очень примечательный, да, как сейчас в Хазалибе. И он был военным, он служил освободенным, потом, я знаю, что он служил в пограничных войсках в Западной Украине сразу после войны. Он был майором, потом он был подполковником НКВД, то есть это вот... И вот, ну, не принято было, да, то есть вот про... Обсуждать другую ветвь, да? Да, то есть вот, ну, вот не принято и все. И я, к сожалению, к огромному сожалению, я ничего про это не знаю, но я как-то... Ну, опять же, да, вот я мало погружен в детали, но я остро чувствую вот то, что... То, что было вот тогда, это настолько неправо, да, это антиправо. И я для себя, ну, например, вот такое решение принял, что, допустим, в юрической академии, где там табличка Сталина висит, честь Сталина восстановленная, я, например, просто не хожу по причине того, что я... Принципиально, не приеду. Вот туда, где висит такая табличка, просто не пойду. Причем меня, знаешь, меня убивает, и я сейчас заметил, ты с новой силой разразилась в связи с фильмом Дудя про Колыма. Понятно, что это такой лайк, да, это такая... Да, конечно, легкая версия для... Да, для мальчика, для девочек, для молодежи. Для молодежи, хорошо, что это снято. Здорово. И я тоже, то есть, я считаю, что это очень круто, что это появилось, но я заметил в комментариях, у меня на Фейсбуке, знаешь, люди пишут, Ну, какие там 10 миллионов? Да всего лишь 800 тысяч. Ну, вот так. Всего лишь 800. И это вот, то есть, для меня это... Да не может быть, это прям шрам, который по душе, но для меня это горькая, абсолютно горькая история моей страны, и я вот, я остро ее ощущаю до сих пор. Вот странно, да, то есть, я там, как... Я не родился где-то на Колыме, так что... Ты неравнодушен. Да, то есть, я искренне неравнодушен к произошедшему, и я искренне не хочу, чтобы такое повторилось, и я искренне стараюсь бороться с любыми вот проявлениями, там, возвеличивания таких методов, вот, там, крепкая рука, вот. Ну, то есть, вот, я никогда не пройду мимо, я вот, ну, я знаю, где-то языком, ну, скорее всего, да, как сейчас, в циркзонном обществе, мы дуэли друг друга из этого не вызываем, но, видимо... Более веганская эпоха. Да, более эпоха, да, эпоха слова, да, не эпоха кулака, эпоха, ну, хотя бы так. Я, конечно, вот стараюсь не пропускать это, если где-то я могу, там, обратить внимание, что вот, а здесь это, ну, там, да, всего лишь 800 тысяч, ну, это город, это более-менее крупный российский город. Даже если это 800 тысяч человек погибло. Мне кажется, вот то, что ты рассказал про свою семью, это очень типично для нашего времени, очень у многих, так вот, одну ветвь коснулись репрессии, а другую нет. У тебя, по-моему, какая-то похожая история. А сегодня, вот, там, внук-правнук, и вот он смешение. Такое у меня похожая история, действительно, мамину ветвь, ну, просто вот, станком каким-то по ней прошлись. Прабабушка у меня 15 лет провела в лагере, как раз вот на Колыме, поэтому я прям с таким смотрела. Дудя, вниманием особенным как-то пыталась представить, как вот женщины там как выживали. В архивах есть вся информация, так что при желании главное знать имя, и вот архив ФСБ отвечает на все вопросы родственников. Так что было бы время это все собрать. Было бы время, было бы время. А вот папину ветвь репрессии совершенно не коснулись, и как-то я даже маму спросила, ну, а вот ты вышла за него замуж, ты вот внучка, дочка, вообще потерпевших от советского режима. А вот его родители, там, в основном военнослужащие, и как-то все так благополучно. И ее совершенно это не беспокоило, и она так мне говорит, ну, а папа-то здесь при чем? И вот, по-моему, это очень какой-то хороший ответ вот этого поколения молодежи 70-х, который в них-то, наверное, как раз и произошло какое-то такое примирение. Все перемешались и как-то так весело жили, несмотря на такое умирание Советского Союза. А вот, видимо, нашему поколению надо это все как-то осмысливать. Вот, как ты полагаешь, что должно произойти в обществе, может быть, в институтах общества, чтобы подобное не повторялось? Чтобы нельзя было вот человека взять, просто так посадить в тюрьму? Ну, обвиняли тогда всех по статье 58 УК РСФСР, это измена родине, там, контрреволюционная деятельность, в общем, как вот, чтобы это все не повторялось? Есть у тебя какой-нибудь рецепт? Мне кажется, рецепт, он, так, довольно, в принципе, давно известен. Там несколько слагаемых рецепта. Первое, это разделение властей, второе, это независимый суд, третье, это сменяемость власти. И вот... Я бы добавила сюда, что все это обеспечивает частную собственность. Она вот основа. Да, и скорее всего, это ради частной собственности. Да, ради частной собственности. Частный собственный требует. Он меняет правителя, ему нужен независимый судья, ему нужен независимый законодатель. Как это все? Ты знаешь, вот мы еще вернемся вот к этой триаде, сменяемость, независимый суд и разделение властей. Мне очень нравится твоя мысль про частную собственность, и она созвучна тому, почему, на мой взгляд, в России так насаждается крупный государственный капитализм, и так душится малый и средний бизнес. Потому что государственному крупному капиталисту, ему вот все то, что я сказал, ему не нужно. Да, ему не нужен суд, потому что если, там, условно, это одна госкомпания против другой госкомпании, то споры между ними решаются не в суде, да, они решаются в чиновничном кабинете высоком. Там, ему не нужна сменяемость власти, а зачем? То есть это... Да, для него это стабильность. Абсолютно стабильность правил. Вот всегда знаем, что, там, цены на бензин, условно, будут расти, там, акцизы будут повышаться, там, там, ну вот, и разделение властей зачем? Это только работа смешает. Как хорошо, когда лебедь, рак и щука в одной упряжке вместе в одну сторону тянут, и как... То есть суды вместе работают с законодательной властью в одном направлении, а исполнительной власти их всех показывают, куда надо им всем идти. И то есть крупный госкапитализм отрицает вот эти принципы. И, слушай, ты знаешь, по-моему, все сделало, вот абсолютно все было сделано для того, чтобы в России не сложился нормальный, широкий, средний класс в виде среднего бизнеса. Малого и среднего бизнеса нет. К сожалению, нет. То есть все то, что мы сейчас видим, какие-то жалкие ростки, это вот барбершопы, да, пресловутые, смузишные, там, и так далее. Но это же все давится вот там с сапогом полицейского вот просто на раз, и ничего не происходит для того, чтобы люди не боялись заниматься бизнесом. А может у России вот путь такой особенный, что вот огромная территория такая, и вот тут метод управления, вот он через какого-то огромного монополиста всегда. Слушай, ну, США тоже довольно большая страна. Но мы там видим, да, там еще есть один крутой принцип федерализма. То, что, конечно, по большому счету каждый штат – это отдельный государь. И только есть некий набор относительно небольшой задач, которых объединяет оборона, армия. Исключительные права. Исключительные права, да. Ну, а мне кажется, что это связано с тем, что… С национальным принципом исключительных прав, конечно. Потому что мне кажется, что исключительные права очень близки к идее вот антитраста, да, а антитраст тоже федеральная история, то есть как объяснить глобальную конкуренцию вот этого на территории всех 50 этих государств. И, конечно, для России федерализм это вот, по-моему, вот просто… Ну, для такой огромной территории никакого иного пути нету, ну, кроме жесткого тоталитаризма, как альтернатива. Да, потому что, ну, помнишь, во Владивостоке, когда… Я не помню. Я не ездила. Ну, я вот пару раз ездил на наши мероприятия, когда в суде делали. Я поразился первый раз, когда оказался во Владивостоке. Они говорят, у вас там в России. Ну, то есть вот, да, у вас там в России. Ну, конечно. И это вот удивительно. И как без федерализма? Я вот помню, у Гришковца есть такая история, по-моему, как я съел собаку, как он там в армии едет на остров Русский, и там сутки проехали, все, деревья, деревья, деревья перед глазами, а до сих пор не приехали. И еще там 10 дней. Деревья, 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 я все одна страна. Да, да, да. Чтобы так масштаб осознать. Да, я в самолете-то очень остро осознаю. Когда ты летишь 10 часов, 12 часов, а все одна и та же страна. И, ну, то есть, либо ты права, либо жесткий тоталитаризм с репрессиями со всем. Ну, собственно, так по большому счету часто было. Ну, сейчас, даже сейчас что-то такое. То есть ручное управление регионами. Когда ответственный начальник в самолет полетел куда-то, и вот он приехал, вызвал на ковер. Может быть, знаешь, сейчас, кстати, может быть, в связи с тем, что все-таки средства связи, коммуникации, перемещения попроще, чем было 100 лет назад, например. То, может быть, действительно проще какую-то унитарную модель в стране поддерживать. А Российская империя такая гигантская, ну, это вот просто как динозавр. Да, и когда там в голове какой-то сигнал у него бунцы, и пока дойдет по всему туловищу, там, куда-то во Владивосток, то это, конечно, катастрофа. При тех способах связи, коммуникации и перемещения, которые были тогда. То есть мы сейчас хотя бы на самолете 10 часов летим, а не 15 суток на поезде. Есть ли в России сейчас частная собственность, на твой взгляд? Нет. То есть вот вообще? Я считаю, что нет. Ну, а как вот ты объяснишь, что вот там в Конституции право частной собственности на землю, есть фермеры какие, которые там еле выживают, но выживают все-таки с земельным участком? Фермер существует ровно до Олимпиады. Или до какого-нибудь чемпионата мира и так далее, или до какого-то очередного рывка. Я вот тоже поймался на мысли, что... Мне очень интересна твоя реакция, потому что я знаю, что ты тоже глубоко в этом. Прокомментируй то, что я сейчас скажу. Мне кажется, англичане в этом смысле очень честные люди. Они говорят, что собственник всего корона. А вы просто, у вас какие-то временные эстейты, ну, либо навсегда, но это не собственность. И поэтому, потому что я тебе дал эстейт, приходи по моему первому зову с алибарщиками, с арбалетчиками, там, 200 всадников и так далее. Вот, вот. И они не пользуются словом собственности. Фрихолд, да, ты свободный человек, да, ты сидишь на земле, да, ты можешь ее продать, да, ты можешь ее заложить, да, ты можешь завещать своим детям. Но, как король скажет, оп, подорвался, и 200 всадников поехали воевать. Мне кажется, что у нас вот сейчас ровно то же самое. То есть я вижу, как пухнут нормы земельного кодекса об основаниях для изъятия для госмушек. Ну, это вот просто, ну, куда это годится? Это нет никакой собственности, это отрицание собственности. То есть вот так вот по щелчку ты лишаешься всего. Я уж не говорю про то, что действительно вся крупная собственность сейчас концентрирована в основном в государственных огромных компаниях. И это, конечно, никакая нечастная собственность. А наша с тобой частная собственность на iPad, на телефон, да кому она интересна. Ну, то есть вот даже хулиган не отберет, ну, условно, потому что никому не интересно сейчас. Ну, я помню, пару лет назад англичанину я рассказывала по юристу, профессору, что у вас же нет частной собственности. Он, конечно, долго нервно смеялся и говорил, нет, у нас как раз есть частная собственность, это всё средневековые шутки. Вот то, что всё принадлежит короне. Нет, у нас есть частная собственность. Но в чём я с тобой согласна? Для собственности действительно нужно признание. И нужно, чтобы признал, ты меня собственником, а я тебя собственником. Без этого собственности не бывает. И важно, конечно, чтобы суверен, чтобы тоже признал собственником. И ведь одна из целей регистрации права на недвижимость, это как раз признание со стороны государства, что вот, да, я тоже согласен, что ты, я тебя трогать не буду. А дальше вот это вот пределы вмешательства суверена, это, конечно, всё результат общественного договора, должен быть. И понятно, что это символ, этот общественный договор. Наверное, в чистом виде его только в США можно найти, в их декларации независимости. С англичанами, конечно, это фигура речи, но вот это тоже забавно. Они, да, в Средневековье по-настоящему считали, что никакой собственности не бывает. Да, и они двигаются к тому, что, да, это формально, это всё сохраняется, обрядоваясь некоторые, но, и, конечно, никакой король у тебя вот просто так ничего не отберёт. Ну, в России, я боюсь, что всё наоборот. Вся история, это доказательство обратного. Ты знаешь, вот, я тоже себя так думал, что вот вся история Российской империи, то, что, да, никакой собственности. А я вот читаю заметки, которые Александр Верещагин пишет про быт Российской империи, а он ведь пишет на основе документов. И вот там, оказывается, всё, в общем, не так было, как нас с тобой учили в советской школе, да, про проклятый царизм, то, что оператор не вмешивался в судебные процессы. Но после реформы, конечно, после реформы, да, 64-го года, да. Да, то есть, ну как... В историческом масштабе это вот вчера. Да, полуторые сотни лет назад. Но, так или иначе, мы-то в Конституции продекларировали, что у нас есть собственность, и она признается суверенным, должна быть защищаема, а в итоге-то мы видим нет. И мы же, опять же, вот эта тенденция, когда мы видим с тобой, ну, условно, олимпиады в Сочи, собираются все крупные богатые компании, частные, в том числе, я уже про государственное общение говорю, и им раздают поручение. Вот вам надо обеспечить, что вот вы построите вот здесь вот там спуск, там, да, а вот вы построите там гостиницы, а вы обеспечите тут, и... Ну, это не на языке юриспруденции они разговаривают. Конечно, да. Это не общение свободы. Это видно, что суверен считает, что они не собственники, что они те самые фрихолдеры, которые по первому зову короля должны взять 200 всадников, появиться и там сделать что-то, построить горнолыжный спуск. Какая же это собственность? Собственник скажет, да, я не хочу. Да, ему за это ничего не будет. Слушай, ну, знаешь, вот, черт его знает, мы с тобой, конечно, необладаемой эмпирикой вот в других юрисдикциях, вот, 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 может быть, это не так цинично, не так явно, а там тоже какой-то есть консенсус элит, да, консенсус богатых людей, что давайте лучше вот там на Олимпиаду сбросимся, а бюргеры порадуются, но условно. Не знаю. Это не знаю. Что-то мне подсказывает, что, может быть, не все так вот радужно там, да, к западу, от Белоруссии. Конечно, конечно. У нас это очень цинично. Очень это видно из решения Европейского суда по правам человека. Вот статья первая, протокол один, защита права собственности. Ну, практика потрясающая суда, потому что там итальянцы жалуются, то, что государство там изымает участки для государственных нужд, сносят отели, никаких компенсаций. И вот последние лучшие надежды ЕСПЧ, и он действительно говорит, это Ахта, Италия. Как ты могла вообще? Вот читаешь это, думаешь, боже, как знакома-то все. Поэтому, естественно, ту систему тоже идеализировать не надо. Но я соглашусь, что, конечно, в России частная собственность в каком-то совершенно зачаточном состоянии, потому что частная собственность – это, в первую очередь, наземельный участок, и чтобы никто не вмешивался, не отбирал. И, ну, зачаточное состояние неизвестно разовьется ли вообще. Вот надвижимость, у нас что-то есть такое, да, автомобили, вот что-то, ну, ну, вроде как-то, да, наверное. Просто так автомобиль у тебя полицейский не отберет. Ну, вот Маркс удачно разделил средства производства, средства потребления. Когда мы говорим про собственность, это про средства производства. То, что там средства потребления у всех есть какие-то там. Ну, это и в средском средстве. Автомобиль, там. Собственность на расческу, там, на костюм. Ну, не это определяет систему потом организации и власти. Земля, конечно. Земля, вот самое главное. А землю беда. Согласна. Ну, в общем, время покажет, разовьемся или нет. Может быть, никогда не разовьемся, а наша деятельность останется такой, ну, сказочничек. Ну, поговорить. Рассказывает что-то там. Какая твоя специализация? Уж раз мы подошли к сказкам и мечтам. В праве, как юриста, конечно. Да, в праве, я, наверное, по праву недвижимости. Ну, ведь именно ты ввел вот этот термин, русский язык, право недвижимости, по-моему, калька слендло. Да. Чем это отличается от вечного права? Все-таки в русском языке несколько столетий мы назвали эту сферу вечное право. Право недвижимости, вечное право. Это одно и то же. Нет, не одно и то же. В чем отличается? Право недвижимости – это часть вечного права. О чем там в праве недвижимости? Право недвижимости про то, что такое недвижимая вещь, про то, как возникают права на недвижимые вещи, как они переходят, как они прекращаются, и про отдельные сделки с недвижимостями. Упаси Господь, конечно, это никакая не отрасль права. Ну, это даже и не имеет значения. Даже не имеет. Я не люблю ужасных споров. Я тоже не люблю это. Спора термина. Это просто термин, который, как мне кажется, показывает сферу, например, допустим, моих научных интересов, моих практических интересов и то, что я преподаю, то, что я читаю. То есть я читаю про то, как возникает недвижимая вещь, как возникают права на недвижимые вещи и про то, как осуществляются сделки с недвижимостью. Можно назвать это оборот недвижимости. Можно. Он, конечно, и вопросы приобретения, ну, это и есть оборот. Правое регулирование недвижимого имущества была такая. Ну, мне ужасно не нравится правое регулирование недвижимого имущества. Много слов, да. Правая недвижимость. Кратко. И самое главное, то, что я вот абсолютно не претендую на то, что это какая-то там отрасль и там есть свой метод правого регулирования. Ты предлагаешь концепцию единого объекта, что недвижимость – это только земельный участок, это синонимы. И кто собственник земельного участка, тот собственник всего, находящегося на этом участке, и это все части этого участка. Очень такая цивилизованная европейская концепция, а главное, столько литературы написано, что вот введи сейчас концепцию единого объекта в России, и сразу просто тысячи разных справочников, книг европейских. Как вообще дальше жить с этим, и как разные споры решать. Но меня вот такой момент смущает. Может, сейчас ты все мои сомнения разрешишь. У нас преимущественно частная собственность на здание строения. Очень много земельных участков, необходимых для эксплуатации зданий и строений, находятся в собственности государства, а собственные здания их арендует просто. Если сегодня одним расчерком пера ввести концепцию единого объекта, ведь эти все здания, они становятся собственностью государства. То есть мы начали с того, что у нас нет частной собственности, ну может быть есть, но в таком зачаточном состоянии, и как раз вот не будет ли единый объект ударом таким последним по вот этому младенцу частной собственности в России. Как вот ты увязываешь с одной стороны единый объект, что недвижимость это поликземельный участок, а с другой стороны, если ввести все это в России, то все здания, которые, собственность частная, они становятся собственностью государства. Ты знаешь, это очень простой вопрос. Это очень простой вопрос, потому что я, несмотря на то, что мне действительно кажется, что это самое простое, самое устроенное решение сказать, что никаких зданий, как вещей не бывает, сооружений не бывает, все земельный участок, причем не просто земельный участок, как поверхность, а контур, трехмерный контур. И вот, мне кажется, это предельно просто. То есть, как только мы научились, ну, видеть в земле вот некий объемный, объемную фигуру, то проще просто. Все то, что внутри этой фигуры, все... Да, это как идея прекрасная. Да, и элегантнее. И мне кажется, то, о чем ты спрашиваешь, это вопрос всего лишь действия во времени этой реформы. Ну, то есть, я большой поклонник такой идеи. Я надеюсь, что она в итоге будет реализована в ходе реформы вечного права, который опять сейчас как-то закрутили в шестеренке. Сказать, что вот все то, что зарегистрировано как вещи, не трогаем. Ну, ни в коем случае не надо этого делать. И, конечно, упаси Господь, сказать, что существующее здание, которое принадлежит тебе на праве собственности, вдруг становится частью земельного участка, который будет государственным. Ну, это абсурд, это экспроприация, это просто будет революция, люди возьмут вилы и поднимут нас всех на вилы. Конечно, не хочется, может, это будет больно, я думаю. Просто, да, вот так, но ошибки прошлого, они будут с нами какое-то количество десятилетий, наверное, может, даже столетий. Ну, а как, какое решение? На будущее, на будущее. То есть это только на будущее? Да, только на будущее. Я собственник земельного участка, я построил на нем дом, мне не нужно идти регистрировать дом. А как тебе идея, что если вводить концепцию единого объекта, то если у тебя право на земельный участок, то с 1 января 2020 года у тебя право и на земельный участок необходимый для эксплуатации этого здания? Право какой? Собственности? Собственности, собственности. Если сегодня ты арендатор, то когда мы вводим единый объект, ты просто становишься собственником. Автоматически собственником. Мне нравится эта идея. Если мне память не изменяет, я, по-моему, читал, что что-то такое было в Прибалтике, когда они это делали. Я могу ошибиться, но, по-моему, это было в Прибалтике. То есть они сказали так, вот кто собственник здания, тот становится собственником земли и все схлопывается в один объект. Но мы понимаем, что это такая приватизация государственного земельного фонда, бесплатная. Ну, поскольку я не министр финансов, мне наплевать на государственные бюджеты, я бы сказал, ура, это было бы очень здорово. Это было бы круто просто. Это было бы особенно еще круто. Это очень бы хорошо ложилось, знаешь, во что? В концепцию управления земельными ресурсами, которая где-то была утверждена на каком-то госсовете по земле, когда сказали очень правильную вещь. То есть вот одна из немногих вещей, которая мне очень понравилась в последние годы, исходящая от верховной власти. Они сказали так, то зачем государству так много земли в собственности? И в государстве в собственности должны быть земли, которые необходимы для обороны. Ну, какие-то земли, уникальные заповедники. То есть что-то вот такое, что точно совершенно нельзя отдать. А вот все остальное, да отдайте вы людям, да отдайте бесплатно. И вот как раз единый объект, это очень хорошо. Ну, это повод задуматься. Повод задуматься, да. Но мы понимаем, да, что когда, если вдруг кому-то в голову претен в виде законопроекта, это пойдет в Минфин, тебе скажут, что выпадающие доходы бюджета, все, привет, никакой реформы. И поэтому я, конечно, скорее сторонник вот такого аккуратного решения сказать, что... На будущее. На будущее, да. На будущее для собственников земли это будет очень хорошо. Я тебя поняла. Владение недвижимостью, это что такое? Поясню свой вопрос. По движимости очень легко занять позицию, что владение это вот контроль над вот этим вот стаканчиком, над этой вещью. А с недвижимостью очень сложно определить владение как контроль над доступом к вещи, потому что представим себе, что есть частный собственник, и у него в собственности там 3 гектара земли. Для сельского хозяйства это очень мало. Это вообще просто вот малюсенький фермер. Но как владеть тремя гектарами земли сельскохозяйственного значения? Вот этот критерий, контроль над доступом, он влечет то, что вся страна оказывается огорожена заборами, и как-то это все некрасиво, нехорошо, и хочется задуматься, а может быть владение недвижимостью это что-то иное. Есть у тебя какие-то мысли, может ответ даже? Когда я диссертацию писала кандидатскую? Ну это вообще вопрос, наверное, для докторской, да? Да. Ну, за счет добросовестного владельца. Я попытался вот так сказать. Я сам господствую изнутри и могу не пускать никого из вне. Вот владение, да, похоже на это. В квартире просто владение. В квартире просто. А землей вот регистрирование? Да никак. Ну, никак. А если это не три гектара, а сто гектаров? Ну, никак. В начале нашего разговора мы пришли к выводу, что у нас нет таких частных собственников, поэтому я специально взяла таких, которых у нас можно найти. Ну да, три гектара. Три гектара похода нет. Невозможно контролировать. И даже забором невозможно обнести. А если он обнесет забором, это будет жуткое уродство? Жуткое уродство раз. И все равно перелезут, и все равно снесут. А ты не сможешь контролировать периметр. Это вот очевидно совершенно. И поэтому, не знаю, мне кажется, очень такой вот ответ. Он напрашивается, это книжное владение. Запись. Владение через запись, да. То есть мы говорим, что вот кто записан, тот и считается владельцем. Понятно, что это фикция, естественно. Тот и считается владельцем. И тогда, конечно, дальше все решения, они... Они простые. Я признаю их. Виндикация. Пока я в реестре, какая виндикация? Это не готовая на низко. И вот никак. Никак. Я не знаю. Я не знаю, как это организовать. У меня не получается. У тебя какие идеи? У меня нет идей. Я вижу, что очень просто сказать, что владение недвижимостью – это запись в реестре. И дальше система выстраивается элементарно. Пока ты в реестре, неготорный иск или самозащита. Как только ты не в реестре, только здесь виндикационный иск. Но проблема в том, что все-таки люди представляют владение как владание, как факт. И тогда уж совсем отрыв будет правовой конструкции от ожидания. Но с другой стороны, право – это идея. Поэтому мы все время живем в каких-то искусственных конструкциях, юристы. Может быть, не будет такой беды. Слушай, но если мы не знаем, как собственник владеет тремя гектарами, а как мы будем понимать, что ответчик владеет тремя гектарами? То же самое. Ответчик по медикационному иску тоже не знает. То же самое. Помнишь, мы когда писали по негаторному иску обзор, как мы мучились с пунктом про владение холлом в здании? Ну, конечно, мы там как раз показывали разграничение медикационного и негаторного. Ларек поставил. И вот демонтаж этого ларька – это вот что? Негаторный иск. Виндикационный. Красиво. И вот мне кажется, что, по-моему, самое технологичное решение – это через… Книжное владение. Через книжное владение. Ну, проще всего. Собственно, может быть, даже здесь не реестр создается для того, чтобы организовать книжное владение. А поскольку есть реестр, почему бы не воспользоваться им для того, чтобы апеллировать к книжному владению? Ну, а нужно ли тогда для приобретения права собственности, помимо записи в реестре, какая-то передача контроля над вещью? Зачем? Ну, а вот как ты себе представляешь решение споров, когда один в реестре зарегистрирован и занимается сельским хозяйством на участке, а потом запись меняется по ошибке, и оказывается новый собственник. И он приходит и заявляет, что освободи участок, это мое, я его купю. Даже вот европейская практика, когда коллизия между possession и registration of title очень большое придает значение именно вот этому possession, которое такое не очень понятное, когда это землясельскостное значение. Я понимаю, ну вот... Как вот защититься от таких? Я бы казус решал через регистрацию. Вот все-таки вот в конструкции том, что я называю негативной регистрационной системой, и то, что, по-моему, Дмитрий Вадимович тоже теперь называет негативной регистрационной системой, если запись вот этого, того, кто пришел, основана на каком-то порочном основании, мы говорим, что это не собственник просто. То есть владение ни при чем. То есть он приходит с негатурным иском к фермеру, говорит, фермер, убирайся из земельного участка, а фермер заявляет встречный иск. Да, он говорит, а ты кто такой? Ты не собственник. А он просто оспаривает основание возникновения прав. Да, видимо, это иска об исправлении реестра. Видимо, у него как раз и будет вендикационный иск, когда в защиту. Ну, если мы в концепции владения как записи. Ну, я так понимаю, что вот если переходить окончательно, ну, представим себе, да, модель книжного владения, то там, конечно, это не вендикационный иск, это иска об исправлении реестра. Ну, и тогда это можно тоже действительно сказать, что у нас вендикация, она у нас тоже книжная. Да, и вендикация книжная, да. И может быть, вот в этом и есть смысл. А все физические покушения такие, вот это все негатурный иск, которые, по-моему... Ну, выстраивается. Система, хотя, конечно, она... Мне тоже кажется, что система есть. Ну, то есть, по крайней мере, надо понимать, что такой элемент сопутствующей недвижимости, как реестр, он дает какие-то практично удобные решения. Ну, и ему просто не надо отрицать, как некоторые коллеги делают. Нет, конечно, в современном мире, когда мы умеем вести реестр. Если, наверное, так, если общество умеет вести реестр, то, конечно, это удобно очень. То есть, считать, что это просто какой-то там информационный ресурс, как вот я тоже от некоторых коллег слышал, что вот права переходят, а реестр это просто, чтобы все знали. Ну, я с этим не согласен. Очень сложные вопросы для сегодняшней судебной практики. И вообще он как-то очень уместен в контексте нашего разговора. Что такое выбытие вещи из владения собственника помимо воли? Недвижимые. Недвижимые вещи, конечно. Потому что, если вещь выбыла у собственника помимо воли, то он имеет право на абсолютную вендикацию. То есть, он отбирает у любого. А если бы было по воле, то мы будем защищать добросовестного приобретателя. Так что же вот это за содержание у этого? Ну и опять, давай докрутим концепцию книжного владения. Видимо, это означает, что запись о праве была изменена без участия собственника. Помимо воли собственника. Мне кажется, тестовый казус такой будет. Я отдал тебе вещь в аренду. Ну, конечно. А ты потом подделала доверенность, якобы выданную мною кому-то, кто связан с тобой. И этот кто-то от моего имени передает тебе собственность. И получается, вот конфликт. То есть, я владение квартирой отдал тебе, а запись изменили помимо воли. И я бы, конечно, сказал, что надо меня защищать. Но я потом провладела еще год. Ну, провладела в смысле фактически. Платила тебе арендную плату, а может быть и два года. А может быть и три. Ну, больше вряд ли. Потому что такой вот хитрый бор, он заинтересован, чтобы в итоге эту вещь продать. Он не будет долго тянуть. Через какое-то время он эту вещь продает первому покупателю. Перестает платить арендную плату. Ты со мной переписываешься, как арендодатель. И еще не смотришь реестр и не знаешь, что там произошло. Проходит еще один год. И первый покупатель, который вроде, наверное, добросовестный, он продает второму. И вот у нас уже в цепочке три правообладателя. Очень они не похожи на приобретателей по добросовестности. Но когда ты говоришь, что выбытие помимо воли, это исправление записи без воли собственника, ты индицируешь. Да, я думаю, это правильно. Ты у них индицируешь. Но как же вот защита приобретения по добросовестности? Они полагаются на реестр. Они осматривают вещь. Они берут владение фактическое. То есть у них все. У них вроде как весь состав. И тем не менее, как только мы говорим, что изменение записи без воли, это по-моему воли мы отбираем. Не смущает это? Мне это такие вот, кажется, качельки. Все-таки собственник, я не сделал ничего такого, чтобы можно было бы мне поставить в упрек. То есть когда я отдал тебе движимость в аренду и ты продала, ну можно сказать, что я сам добровольно отказался от легитимирующего какого-то признака собственности, овладения движимой вещью. А здесь я ничего для этого не сделал. Меня, конечно, в нашем примере, он такой очень гипотетически понятно, меня, конечно, смущает его вот именно нежизненность, потому что гинология, да, то есть вот там каждый год... И мы, конечно, очень много деталей упускаем, потому что практический случай, он будет осложнен огромным количеством... Но дело есть такое. Да, огромным количеством фактических обстоятельств, которые нам помогут как раз это дело решить. Будет иметь значение и цена, по которой покупали, и скорость оборота, и вот осматривали, не осматривали. Вот этот вот весь букет, который ты называешь повышенным порогом добросовестности, но который все-таки поможет нам сказать, кто более осмотрительный, покупатель или арендодатель. И вот защищать более осмотрительного. И может оказаться сок. Арендодатель, в конце концов, может уехать жить в Канаду, допустим, да, и отдал в аренду на 10 лет. И капают денежки, я не буду бегать в реестр смотреть постоянно. Я могу оставить здесь доверенность кому-то, кто будет платить мои налоги, там, ходить, брать. Документы, поэтому, не знаю, мне кажется, что там, где собственник не сделал ничего, что ему можно поставить упрек, надо защищать собственника. Вот мне кажется так. Какая-то вот такая логика должна быть, на мой взгляд. Вчера рассказали, ну, коллеги-адвокаты рассказали потрясающую совершенно историю, что сегодня, ну, вот сейчас Росреестр в Москве, когда регистрирует переход права от человека, которому больше 70 лет, если не сам этот человек написал заявление о подоверенности от него какой-то представитель, он приостанавливает регистрацию и вызывает продавца, чтобы с ним побеседовать. Ну, я уж не знаю, правда или это нет, но вот рассказали, что несколько раз с этим столкнулись. Видимо, чтобы вообще свести до минимума вот эту историю с арендой, как мы ее с тобой описали, наверное, на стадии внесения записи в реестр надо проверять и сделку. Как воля формировалась. Как воля формировалась. Вот я, честно говоря, за материальное удостоверение сделок с недвижимостью, потому что нотариус – это та фигура, которая много зарабатывает, дорожит своим местом, своим статусом. И вот он-то как раз… У него страховые фонды есть. Да, чтобы он приглашал к себе и продавца, и покупателя, а не только их представителей. Я так понимаю, это… И тогда реестр подделать очень сложно. Да. Внимание нам это так вызывает. Да, я так понимаю, что вообще в целом вот сохранение по-прежнему фигуры нотариуса в Западной Европе – это во многом способ противодействия вы бытием помимо воли. Да, 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 как раз нотариус. Ну, немецкая практика. Как организовать так, чтобы не было помимо вольного нотариуса введите? Кстати, тоже очень забавно, что когда… Ведь кто главный противник введения нотариуса? Регистратор. То есть тут же видно, что публичный регистратор – самые главные ярые противники. Ну, еще есть коммерсанты крупные. Ну, из вот таких вот… Да не только крупные. У нас с нотариатом, конечно, тоже не все гладко. Я неплохо знаю нотариальный корпус. Я довольно много им читал лекции в свое время. Знаешь, вот у меня такое общее ощущение, что они в принципе соответствуют тому уровню развития распроданции, который есть у нас. Каждый институт, будь то суд, будь то нотариус, даже адвокат, мы все абсолютно соответствуем той эпохе исторической, в которой мы живем. Действительно, вот у нас за плечами вот это 20 века, советское прошлое, что вот оно с нами долго будет. Поэтому, конечно, мы очень отличаемся от завода европейцев. Это все понятно. Да, мне кажется, что когда нам адвокаты говорят, да, нотариусы вот странные. Да мы все странные. Адвокаты не странные. Да мы все странные. А судья не странные, что ли? Я же говорю. Ты знаешь, еще есть одна мысль. Я когда Торренсов вот эту книгу переводил про недвижимость, такая классная идея. Он говорит, не надо делать регистраторов по модели филиала сети, которые накрывают всю страну. Регистрационный офис должен быть один в столице, в метрополии, потому что как только вы создаете везде кучу всяких отделений, и у вас местные чиновники быстро снюхаются с местными властями, и начнется беспредел в сфере недвижимости. И ты знаешь, на самом деле, соединить эту идею, то, что регистраторы, да, это вот люди, которые делают какой-то быстрый учет и внесение записи на основании нотариальных сделок. А нотариусы – это люди, которые работают с заявлениями, да, с волеизъявлениями. И при помощи современных средств связи, может быть, оно и вот... Но только при помощи современных средств связи. И, кстати, тоже забавно, у Торранса, это же все было, когда это вторая треть XIX века, как они полагались абсолютно на почту, сделали сделку, сертификат вписали, название в почту, бах отправил в столицу. Пришло через три дня. Хотя в Австралии там расстояние, будь здоров, это XIX век. Удивительно. Вот эти вот все сложные вопросы, правовые, о которых мы сейчас с тобой разговариваем, может решать, применять независимый судья. Без него это все не работает, не получится. Вот что надо делать, чтобы он появился? Я очень много думал про это, и когда у Васи работали, я постоянно сталкивался с тем, что я вижу источник рекрутинга судейского корпуса, это помощник. И я всегда упрощаюсь, почему, почему вы не берете вот крутых юристов. Мне всегда, допустим, интересовало, не знаю, в Екатеринбурге, допустим, я не хочу никого обидеть, действующих судей, там есть отличные судьи в Свердловске, в Екатеринбурге, но есть очень много классных, которые не осудят. Но я знаю, что они бы не отказались надеть мантию, и судебная система только приобрела бы, ну тогда, когда еще было не все так, как сейчас. А мне говорили, понимаешь, все то, что ты говоришь, это очень правильно, но есть одна беда. Что если вот эти вот люди со стороны, да, известные там ученые или известные адвокаты будут становиться судьями, то наши помощники поймут, что им перекрыли дорогу карьерную, и они просто, у нас никто не будет работать. То есть мы платим такие гроши помощникам судьи, что за эти деньги будет работать человек, который готов отдать 3-4-5 лет своей жизни. Ну, чтобы стать судьей. Просто чтобы стать судьей. И это такой замкнутый круг. То есть получается, что мы не можем, ну тогда, да, вот даже так, даже тогда мы не могли предлагать судейские мантии известным юристам, в отношении которых мы знаем, что они честные, профессиональные, принципиальные, потому что вот у нас, нам нужны помощники. Я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, вообще, судейская карьера должна быть, видимо, такая. Я знаю, что на меня многие ругаются из-за этого. А ты сейчас про англичан расскажешь. Ну, или про американцев. Да, когда молодёжь заканчивает вуз low school, потом он поработал помощником судьи, а потом ему говорят, ну вот, и он уходит и начинает быть адвокатом, профессором. Ну, то есть он занимается тем, что он глубоко в чём-то специализируется. И зарабатывает, видимо, деньги, очевидно. И вот где-то, наверное, после зенита своей карьеры он идёт судьёй. Вот, в общем, мне кажется, это самый лучший. Да, судья – это такой возрастной, мудрый человек, у которого за спиной адвокатура. Опыт. И жизненный опыт, и понимание, что нет чёрного и белого. Понимание того, что государство в основном, ну, в общем, не самый такой приятный субъект. И то, что часто подлинг себя ведут, и то, что, если не отдёргивать чиновников исполнительной власти, они будут вытворять ужасные вещи. А вот мальчики и девочки, которые вчерашние помощники, которые привыкли к дисциплине государственного служащего… А они вот исполнительная власть. Ну, вот, я знаю, друзья, много есть, но немного, есть исключения. Я знаю прекрасных судей из помощников, но вот… Нет, исключения, конечно, есть всегда. Но это не правило. Но это… Но это не правило. Вот это, мне кажется, вот самое главное. Это измените судейский корпус, всё остальное есть. Законно-судоустройственное, ну, более-менее вроде бы, да. Процессуальные законы – более-менее. Закон о статусе судей – более-менее. Уберите, может быть, власть председателей, может, вот, саму фигуру председателя сделайте просто номинальной. И ротация, там, раз в год, да, переизбрание, нельзя два срока подряд. Ну, ещё кадровая комиссия, которая тоже вот рассматривает кандидатуру судей, мне кажется, она тоже не имеет права существовать. Абсолютно. Это вот даже не обсуждается. Если судейское сообщество поддерживает кандидатуру, всё. Наверное, вот кадровая комиссия должна выполнять роль, не то чтобы они одобряют кандидатуру, они имеют право собирать информацию про кандидата на должность судьи и раскрывать это всё на квалификационной коллегии судей. Притом это всё должно быть под видеозапись, публично, чтобы все могли посмотреть. Действительно могут быть какие-то факторы, которые несовместимы с должностью судей. А президент может отклонить только если комиссия предлагает кандидатуру, который закон не соответствует. А вот всё-таки президент должен назначать или, может быть, судьи должны выбирать парламент, Нижняя палата, например? У меня нет мнения по этому вопросу. Не знаю. Мне нравится идея выбора судей-населения. Да, иногда вот мировых судей, есть правопорядки, где мировых судей выбирают. Вот мне кажется, в этом что-то есть. У меня вот что-то в последнее время, я не могу сказать, что это прямо сейчас моя точка зрения, которую я готова отстаивать прямо и убеждать, что так должно быть у нас. Но действительно есть страны, где судей выбирают, мировых судей, судей первой инстанции, и к ним может быть предъявлено требование, что у них должно быть юридическое образование. Может быть, это повышает доверие, да? Да, но действительно их выбирают. Понятно, что у нас сейчас такая историческая эпоха, что всё сразу это не заработает идеально. Но вот так о моделях, я думаю, мы имеем право рассуждать. Интересный вопрос такой, вот для того, чтобы заработало. Как думаешь, должны быть реформы снизу или сверху? Вот, то есть надо Верховный суд сначала изменить, оставив вот этих людей на местах, и люди на местах потянутся за высшим судом. Или надо зачищать сначала низовую уровень, ну, не зачищать, неправильное слово, менять что-то на низовом уровне, потому что это основной массив дел. А Верховный суд там уж как-нибудь сам сориентируется. Я вот тут, ну, конечно, если не знать российскую историю и вообще нашу ситуацию нынешнюю, я бы, конечно, сказала, что снизу должно меняться. Но, может быть, в России должно меняться сверху. Помню историю, Сергей Васильевич Сарбаш рассказывает, что когда он был только назначен судьёй, начал работать в высшем арбитражном суде, у него, он очень боялся коллег, потому что в основном это все были люди, которые гораздо старше него, это были юристы советского поколения, и вот он ещё не сталкивался с ними как судья, но вот ему казалось, что вот он вообще, как вот он сейчас будет убеждать там, рассказывать, обсуждать с ними абстрактные или кумзальные цессии, например, ну, отрык какой-то вызывал, и всё. Я говорю, это какой-то вот дух такой был в высшем арбитражном суде, что как-то пошло, что вот эти вот люди старого поколения, они вот какие-то прогрессивные... Зажглись. Да, они как-то зажглись, какие-то там, он говорит, вот приходит судья, там вот в отставку уже на пенсию собирается, он говорит, как тут предпринимателя защитить тут же вот, там вот этот орган вот так. Он говорит, то есть вот очень важный тренд, который часто в России, конечно, задаёт власть, высшая инстанция судебная, а дальше идёт концептная реакция. Да, и я помню, как судьи нестреляющих судов подтягивали. Поэтому мы, конечно, это в высшем арбитражном суде очень видели, когда вот тренд задаётся сверху на создание частной собственности, на работу механизма сдержек и противовецов, на справедливые решения. То это вот воспринимается снизу. Когда это идёт сверху, это вообще... А тут опять, ну вот, а что, председателю Верховного суда, то есть он, видимо, должен быть какой-то другой человек, не тот, который ездит на отчёт к президенту и рассказывает то, что там прошла реформа, вот, ну, там, так вот. Ну, мы не настоящее обсуждаем, мы обсуждаем вообще, какие есть механизмы. То есть продвинутая фигура лидера, да, смену... Она даёт, она, когда вот продвинутая такая реформаторская фигура лидера, она, конечно, даёт какую-то волну на всё общество и... Ну, да. То есть пассионарный лидер продвинутый, с ним, ну, очевидно, там, 20... Какая-то команда. ...30 соратников. Единомышленников. И высший суд меняется, он тянется к команде лидеров. Я думаю, это не только в суде, это вообще вот так вот... Это... Знаешь, это... Особенно, мне кажется, в России вот это часто позитивно себя проявляет. И в истории-то у нас вот так было всё время. Люди очень послушные, они прислушиваются всегда. Что вот начальник-то, как он реагирует на это? И если он задаёт тренд такой реформаторский, свободный, то сразу все с удовольствием. Мне кажется, непослушность – это конформизм. Ну, то есть вот... Ну, конформизм. Ну, и мне тоже лучше будет, и я тоже буду крутым выглядеть, да, и тоже... А, что ты конформировал? Ты знаешь, это же какая-то... Я не помню, у автора какой-то американский парень написал, это такая теория коллектива по-американски, то, что в коллективе есть 25 хороших процентов, 25 негодяев, и 50 процентов ни то ни сё. И всё зависит от того, кто у руля. То есть если хорошие, то 50 процентов тянутся к ним. И получается, 75 процентов хороших выталкивают 25 процентов плохих. И наоборот. Да, и наоборот, тоже верно. То есть если побеждают негодяи, то те вот, которые вот эта серая масса, 50 процентов, они блокируют... Ну, как... А зачем? То есть зачем выделяться? Зачем бороться? Ну, они же всё равно у власти. Ну, и мы будем такими же негодяями. И они выдавливают 25 процентов хороших. Вот, по-моему, удивительное такое наблюдение. Конечно, примитивное такое. Да, и это вот прям вот на глазах. Я вижу, как это происходит. Удивительно, конечно. Ну что, спасибо за разговор. Спасибо большое нашу. Если это понравится, будет много просмотров. Можем ещё что-то записать. Да, спасибо. Это был наш первый эксперимент. Такой вот беседы и записи. Надеюсь, не так это ужасно влияет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok